Мы считаем своей прямой и важной обязанностью наблюдать за чудесными делами Господа в наше время, впоследствии кропотливо изучать их для того, чтобы передать последующим поколениям память о великих делах нашего Бога. Несколько лет назад компания Sentinel Group выпустила документальный фильм под названием «Преображение». В нем шла речь о чудесных делах Божьих в четырех непохожих друг на друга странах, странах, общими чертами для которых были лишь разруха и отчаяние. Во всем мире фильм был принят с радостью и благодарностью. Он стал толчком к новому рождению молитвы и единства. Однако некоторых смутило слово «преображение». Им было непонятно, как можно говорить о преображении в странах, в которых социальная несправедливость все еще процветает. Однако слово «преображение» не является синонимом слову «совершенство». В современном падшем мире совершенного общества не существует. Точнее, преображение можно соотнести с посвящением. Это как состояние, так и процесс. Мы рассматриваем общество в зависимости от нашего взгляда на вещи. Как в случае со стаканом. Для кого-то он наполовину пуст, а для кого-то наполовину наполнен. Мне кажется, что расстояние, которое предстоит пройти обществу, чтобы достигнуть совершенства, не так важно, как расстояние, которое оно уже прошло от состояния, в котором находилось. Преображение общества состоит не в огромных собраниях и даже не в росте церкви. Оно заключается в том, чтобы Евангелие производило реальный эффект на общество в целом. То, насколько долго длятся эти условия, зависит от самого общества. Наше служение здесь, в Sentinel Group, заключается в том, чтобы посеять семена надежды, вселить уверенность в Боге и пробудить еще большее желание Его присутствия. И я надеюсь, что эта презентация поможет нам в этом. Sentinel Group представляет Держава и страх у Него. Он творит мир на высотах Своих. Если счет воинством Его, и над кем не восходит свет Его, что есть человек, что ты помнишь Его, и сын человеческий, что ты посещаешь Его. Его звали Англо-Тизавак. Это случилось давным-давно. Об этом нет записей. Мой дед рассказал мне эту историю под звездами. Его звали Англо-Тизавак. Он был духовным лидером нашего рода. Он помогал нашим людям, инуитам, формировать свое мировоззрение. Он говорил нам, когда приходило время сниматься с лагеря и продолжать свой путь. Мы жили на северном побережье огромного острова, который американцы называют Баффин. Когда волосы Англо-Тизавака стали белыми, как снег, от одного странника, пришедшего с юга, он впервые услышал о Боге. Странник говорил о новой вере, о человеке по имени Джесуси. Он сказал, что этот человек – сын Божий. Сначала Англо-Тизавак не понял того, что он услышал, но ему было интересно, ведь его работа заключалась в том, чтобы объяснять народу духовные тайны. Именно тогда что-то скрытое зашевелилось у него в сердце. У него было видение. Он отправился в длинные путешествия в поисках истины. Долгое время он не мог ничего найти, но однажды он нашел место, где свет встречается с тьмой. Он не мог войти ни в свет, ни во тьму, поэтому он стал взбираться в проход между ними. Он поднимался и поднимался, пока не увидел дверь, но он не мог войти в нее и проснулся. Англо-Тизавак не мог понять своего сна. Он подумал, что, возможно, дверь откроется, если он станет последователем бога-странника. В сердце у него горело желание, поэтому он решил отдаться новой вере. Среди инуитов существует традиция. Если человек хочет полностью отдать свое сердце чему-то, он исполняет ритуал. Англо-Тизавак решил убить тюленя, чтобы народ мог съесть его мясо и разделить его кровь. Тогда он сказал своему народу, я принял решение, я пойду охотиться на тюленя. Если я убью сегодня тюленя, я отдам свою жизнь этой религии. Но если я ничего не убью, я не буду делать этого. В ту ночь на небе не было ни луны, ни звезд, лишь тяжелые тучи. Англо-Тизавак знал, что найти тюленя будет очень тяжело. Но он очень хотел сделать это, поэтому он вышел в замерзший океан в поисках отдушины во льду. Несмотря на темноту, ему удалось ее найти, но тюленя там не было. Нужно было ждать. Было очень холодно, поэтому он соорудил изо льда небольшую стену, которая защищала его от ветра. Затем он сел и приготовил свой горбун. Он ждал некоторое время, но тюлень не появлялся, и Англо-Тизавак заснул. Ему снова приснился сон. Он видел его до тех пор, пока его голова не потяжелела, и он проснулся. Он открыл глаза и заглянул в отдушину во льду. Там было нечто. В такую глубокую зимнюю ночь он видел чью-то тень, нечто очень странное. Внезапно в том месте, где он стоял, становилось светлее и светлее. Тогда он увидел их. Англо-Тизавак увидел три существа. Казалось, что у них были крылья. Крылья! Они приближались к нему из-за туч. Они ничего не сказали, но Англо-Тизавак знал, зачем они пришли. Как только они исчезли и задушены, появился тюлень. Англо-Тизавак выстрелил в него из горбуна и потащил в лагерь. Люди все еще спали. Позже они вышли из своих жилищ и съели мясо тюленя. С того момента Англо-Тизавак и его народ стали последователями Джесуси. Через много лет пришли миссионеры и рассказали нам историю о Боге и Его Сыне, как об этом написано в Великой Книге. И мы знали, что это правда. Мы — это Он, я Его потомок. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Восточная Арктика в Канаде поделена на две основные области. Нунавуд — самая новая самоуправляющаяся территория страны. И Нунавик — родина инуитов провинции Северный Квебек. Эти два региона занимают площадь более 2,5 миллионов квадратных километров. Удивительно, что население этой просторной и холодной местности насчитывает менее 30 тысяч местных жителей. Сотни лет они путешествовали племенами, у них не было избирательного права. В этих широтах поверхность земли настолько холодна, что даже деревья отказываются расти в таких условиях. Но настоящий ущерб народу приносит внутренняя бедность. На протяжении десятилетий инуиты боролись за свою самобытность. Лишенные чувства принадлежности к какому-нибудь месту и цели, многие общины постепенно скатывались в пропасть. Была какая-то пустота. Столько всего в этом поколении. Они начали употреблять алкоголь. Они потеряли свою культуру. Поэтому было чувство стыда. В этом городе была полная тьма. Тьма, тьма. Это был просто кошмар. Это было ужасно. Просто ужасно. Я помню, как люди умирали. Мы все время были в трауре и все время печальны, потому что у нас не было никакой надежды. Это Кэнджик Суджак, город в провинции Северный Квебек. Здесь живет около 500 человек. Энни Тертилук живет на отдаленном полуострове Лунгава в провинции Квебек с 1964 года. Энни и ее муж Марк слишком хорошо знают о том, что для многих инуитов алкоголь стал их мучительным спутником. Мы были одной из худших пар в городе, потому что мы были молоды, и мы пили. И иногда после пьянки у меня сердце стучало так быстро, что казалось, я слышал, что дьявол уже ждет меня. Думаю, что в то время пила вся наша община. Помню, как однажды вся община была в состоянии опьянения. Когда мы напивались всей общиной, можно было услышать, как люди там кричали. Из-за алкоголя я потерял своего брата. Люди орали везде. Я потерял многих друзей. Люди дрались. Это разрушало и мою жизнь. Это было отвратительно. Это было ужасно. Не было никаких законов. Замерзший север больше напоминал дикий запад. Никакой полиции. Жизнь была опасной. Никаких правил в общине. Наша община состояла из неугомонных людей. Все эти преступления. Женщины и дети были практически беззащитны. Да, мужья часто избивали своих жен. Мой муж он бил меня. Тогда было очень тяжело. Как и многим другим женщинам-инуиткам, Эйюке Пингуату приходилось сохранять равновесие между отношениями в семье и той работой, которую им приходилось выполнять для того, чтобы выжить в условиях Арктики. Я приняла Христа, когда муж был на охоте. И муж избил меня за это. Еще одним из последствий постоянных попоек стали сексуальные преступления. Дочка Июки Алисия вспоминает о том, как страх преследовал каждую молодую женщину. Нам приходилось защищаться от сексуальных домогательств. В молодости меня изнасиловали. Тот парень был пьяный, и после того случая мне было так стыдно. Я ненавидела мужчин. Это было ужасно. Все моя жизнь была ужасна. Раны были слишком глубоки. И очень часто они заново берегились. Никто не говорил о насилии, или о сердечных ранах, или об эмоциях. Мне так хотелось, чтобы кто-то со мной поговорил, но никому это было не нужно. Чтобы заглушить боль, многие молодые люди пристрастились к наркотикам, алкоголю и музыке хэви-метал. Некоторые просто входили в дверь, откуда нет выхода. У меня в комнате висело зеркало, и я рисовала на нем демонов. Когда моей сестре было 22, она покончила с собой. Она повесилась. У общины Повернитук, или ПОВ, как называют ее местные жители, которая находится у Гудзонова залива, своя история. Началась она не очень хорошо. К лету 1991 года условия в этом отдаленном поселении были настолько тяжелыми, что телевизионная команда CBC поехала туда, чтобы изучить ситуацию. Их тревожные открытия транслировались в сентябре в национальном тележурнале новостей The Journal. Что-то происходит в Повернитуке. Восьмое самоубийство, совершенное подростком за год. Репортаж под названием «Смертоносное лето» длился 17 минут. Устрашающая статистика, более чем в 20 раз превышающая средние показатели по Канаде. Гарри Тулугак, отец пятерых детей. Первое, о чем я подумал, было «О, нет! Что мне делать? Почему?» Я тогда был здесь и чувствовал весь этот всеобщий ужас. По всей округе каждое утро местные жители выбирают наркотики и токсичные материалы. Это была чудовищная эпидемия самоубийств среди молодежи. Свидетельства о смерти хладнокровно подтверждают погребальный звон этого ужасного года. Казалось, что самоубийства происходят каждый месяц. Потом пришло понимание того, что многие дети страдают от сексуального насилия. Горе коснулось каждой семьи. Это было время полного мрака. Ситуация, сложившаяся в ПОВ, ничем не отличалась от ситуации в других северных общинах. Казалось, что сама земля отвернулась от своих жителей. Олени, рыба и ягоды, которыми восточная Арктика изобиловала на протяжении многих лет, стали исчезать. Для людей, которые и так жили на краю бедности, ситуация стала угрожающе опасной. Люди были угнетены. Мы были как будто потеряны. Казалось, что наша община проклята. Хотя кому-то могло показаться, что Бог оставил потомков Ангуа-Тизавака, на самом деле именно Бог желал восстановить с ними взаимоотношения. Всего лишь через 60 лет после того, как Бог открыл свою славу Ангуа-Тизаваку, он послал в Северную Арктику еще одного своего посланника. Его именом известно Кэнон Джон Тернер. Ему подарили эту библию еще в колледже. Заметки, которые Джон Тернер оставил в своей библии, открывают нам многое. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеется, не может быть моим учеником. Тернер начал свое служение среди инуитов в конце 1920 года. По промыслу Божьему, его задание привело его на то самое побережье, на котором Ангуа-Тизаваки и его люди вступили в Новый Завет. Представители всего лишь двух организаций, Королевской конной полиции Канады и компания Гудзонова Залива посетили Понт-Инлет до того, как туда прибыл Тернер. Однако эта небольшая община впоследствии станет важнейшим духовным плацдармом. Джоан Хобарт познакомился с Джоном Тернером в его родном городе в Англии. Тогда он был дома в отпуске и выступал с речью в церкви, которую она посещала. Истории об Арктике, которые он рассказывал, были необычайно увлекательны. Будучи новообращенной, Джоан с восхищением слушала этого божьего человека. Моя подруга сказала мне, кажется, он того интересуется. Я сказала, нет, он ведь миссионер хорошей закалки. Но он действительно интересовался ею. Он спросил, а ты бы приехала, чтобы разделить свою жизнь там? Я сказала, да. Однако миссионерский совет сказал нет. Жизнь в условиях Арктики была слишком тяжелой, и это было вовсе не место для женщины. Джоан поехал туда без нее. Джоан осталась ждать по вере. За три последующих года она не получила ни одного письма с севера. И вот однажды пришла телеграмма. Получил разрешение привозить кольцо, торт и свадебное платье. Путешествие было опасным. Весь мир находился в состоянии войны. Немецкие подводные лодки патрулировали Северную Атлантику. Последним этапом двухмесячного путешествия была поездка на борту товарного парохода под названием Носкопи. Судно приходило только раз в год для того, чтобы выгрузить продовольствие и почту. Это было длительное путешествие на край света, основанием для которого послужила лишь одна телеграмма и огромная вера. Я немного нервничала. Я думала, а вдруг он придет и окажется, что он не хочет на мне жениться. Я спустилась в низкую компанию и подумала, выйду замуж за первого мужчину, который взойдет на борт. К счастью, Джек первый приплыл на небольшой шлюпке и нашел меня. Поэтому, я думаю, все произошло, как и должно было произойти. Она и Джек, как она его называла, поженились в тот же день. Они провели свой медовый месяц в иглу, который построили вместе. Как новобрачная, Джан научилась пользоваться угольной печкой, растапливать лед и добывать воду, содержать дом при температуре минус 40. я научилась готовить тюленя. Поначалу не очень-то и получалось. Рождение детей и оказание медицинской помощи происходило только в домашних условиях, так как до ближайшей больницы было слишком далеко. Любовь Джуна Тернера к инуитам видна из его видеозаписей. И они отвечали ему взаимностью. Он был американцем, для которого Север стал вторым домом. Местные старейшины говорят, что он стал инуитом в большей мере, чем некоторые из коренных инуитов. Он выучил их язык и перевел писание. Он преподавал в школе и в качестве учебника использовал Библию. Но наиболее замечательными были героические миссионерские экспедиции Джона Тернера. В путешествии на санях зачастую в одиночестве он сеял духовные семьи среди гибнущего народа больше, чем среди цивилизованных. Во время своего семимесячного путешествия, которое он совершил с зимы 1938 по 1939 год, он покрыл расстояние в 3000 миль. Церковь, которую основал Тернер, первая в Понт Инлет, стала живым служением, которое продолжается до сегодняшнего дня. Каждый день был для меня особенным. Тогда я впервые услышала о Библии и о молитве. Лидия была еще маленькой девочкой, когда канад Джон Тернер поделился с ней благой вестью. Даже 50 лет спустя драгоценная истина все еще бьет ключом в песне. Корнелиус Ньота Агаук вырос с воспоминаниями о грядущей славе. Джон часто говорил нам «После смерти есть жизнь, она прекрасна, это небеса». Тернер был Божьим человеком в Арктике и небеса, о которых он благовествовал, были совсем близко. Ружье выстрелило и он упал. Возвращаясь домой с охоты, он увидел ребенка, несшего огромный кусок льда. Он наклонился, чтобы помочь. Ружье соскользнуло у него с плеча и выстрелило. Пуля вошла сюда и вышла через затылок. Заголовки газет во всем мире кричали о том, какие попытки были предприняты для того, чтобы доставить Тернера в больницу. Солдаты с лекарствами спускались с парашютами, чтобы спасти жизнь смертельно раненого служителя. Джоан день и ночь дежурила у постели парализованного Джона, купала его, переворачивала и делала уколы. У нее было двое малолетних детей, а сама она находилась почти на восьмом месяце беременности. Пройдут недели, прежде чем лед сможет выдержать посадку спасательного самолета. Теперь Джоан приходилось заботиться еще об уставших и голодных солдатах. Я зашла к Джеку и сказала, я больше не могу, я так устала. Кажется, я начала плакать, когда он сказал, они мои гости, мы должны сделать для них все, что в наших силах. Когда Джону Тернеру уже было нечего дать, он дал еще. Плачущие инуиты толпились вокруг семьи Тернеров, когда они готовились ко взлету с поверхности замерзшего озера. Несмотря на то, что Джону с трудом удавалось говорить, он начал молиться за них. Вскоре после этого Кеннон Джон Тернер умер в больнице города Виннибек. Спустя три недели после похорон родилась его третья дочка. Джоан назвала ее Фейт Надежда. Недавно на маминой книжной полке я нашла Библию отца. Хотя Фейт никогда не видела отца, он не был ей чужой. Я просто просматривала ее и увидела, что он написал здесь сзади. И тогда я решила, что с этого момента я не буду искать своего, а только того, что мне предназначено Богом. Тогда и началась моя жизнь в счастье и святости. С того дня и до сегодня я довольна одним только Богом. Я увидела, какое у моего отца было сердце, полностью послушное Богу. Джон Тернер умер задолго до того, как поехал в Арктику. Он знал о том, что если пшеничное зерно пав землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Таким было его видение. Джоан тоже видела это. У меня было видение, молодые люди, идущие по улицам и поющие гимны. Когда-то это произойдет. Это обязательно произойдет. Как и многие другие члены общины Понт-Иннет, Джеймс Ариак видит в себе духовного потомка Ангуа Тизавака и духовного ученика Джона Тернера. Слово было посеяно еще в наших родителях. И наши родители, сея семена веры, приносили плод. Что-то произошло еще в феврале 1996 года. По всему Понт-Иннету небольшие группы просителей стали взывать к небесам с молитвами о возрождении. На такую молитвенную атаку их вдохновили два человека с огромным сердцем и неустанными ногами евангелист Билли Арнакук и местный пастор Мозес Кияк. Именно тогда очень многие люди уверовали и пришли к Господу. Они были настолько уверены в нем, что им стало казаться, что им следует очистить свои дома. Давно заросшие тропы, ведущие к старой церкви Джона Тернера, внезапно наполнились толпами отчаявшихся местных жителей. Казалось, что все хотели поскорее избавиться от наркотиков, порнографии и музыки в стиле хэви-метал. Это было как настоящее наводнение. Прямо перед алтарем у нас стоял огромный контейнер, мусорный ящик, который заполнялся и заполнялся. Каждый вечер мы ходили на свалку и жгли все это. Через четыре дня ящик был полон. Когда лидеры общины решили кремировать оставшийся хлам, они получили неожиданную поддержку от королевской конной полиции Канады. Они развели огромный костер прямо вот там, где сейчас айсберг. Конная полиция занялась материально-техническим обеспечением. нам пообещали дать бензина, чтобы все это сжечь. Посмотреть на костер пришла почти вся община. Согласно данным RCMP, общая стоимость вещей, уничтоженных за время возрождения, составила от 80 до 100 тысяч долларов. Это было глубокое покаяние. Сам Святой Дух говорил людям. Вся община полностью преобразилась. Воспоминания об этом чрезвычайном событии согревали сердца еще многие месяцы. Кроме того, она стала предвестником огня, о котором еще ничего не было известно. Огня настолько замечательного, что о нем будут говорить во всем мире. Это произошло в середине зимы 28 февраля 1999 года. Верующие общины решили провести неделю служения возрождения. Страстно желающие познать Бога и обеспокоенные новыми сообщениями о употреблении наркотика в общине, они решили проводить по воскресеньям специальные собрания для молодежи. Лидерами служения были пастор Музыскияк и его коллеги Джошуа и Джеймс Ариак. Все они являются правнуками первого хранителя огня Ангуэ Тизавака. Мы приглашали всех молодых людей, которые желали более близких, интимных отношений с Богом. Лидер прославления Луи Ариак произносила молитву над молодыми людьми, собравшимися у алтаря. Я почувствовала невероятную близость с Богом. Он все время говорил мне этот стих «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Что-то начало происходить и это вышло из-под контроля. Начался этот шум. Да, сначала это был тихий звук, его было почти не слышно. В это время работал магнитофон, который использовали для того, чтобы записывать службу. Я сразу же захотел выключить его, он играл все громче и громче. И я заметил, что люди стали немного нервничать. Это было сильно, очень сильно. Звук был настолько громким, что все вокруг стало сотрясаться. Огонь прошел сквозь меня. Как реактивный самолет. Все вокруг затряслось, я тоже начал трястись. Я сказала себе, здесь нет реактивных самолетов. И от сего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром исходящий из уст его. Через полгода после этого необычайного посещения было очевидно, что это событие все еще имеет силу. Каждый раз, когда я вспоминал об этом, я находился в состоянии глубочайшего смирения. Думал о том, что всемогущий Бог посетил нас. пастор Мозес Кияк услышал эти низкочастотные звуки, он пошел к пульту для того, чтобы отключить аппаратуру. Я попробовал это, не выключается. Попробовал здесь, не выключается. После того, как у него не получилось исправить ситуацию, он отключил звуковой пульт. Когда это снова не помогло, он полностью отключил систему. Однако этот звук не прекратился и запись не остановился. Это не должно было быть записано, это просто чудо Божье. Мы смирились настолько, что каждый хотел предстать перед Богом, упасть перед Ним на колени и молиться, просить об очищении сердца, чтобы стать чистым пред Ним. Тот же Святой Дух, который благословил Понт Инлет своим посещением, посетил и другие общины в Восточной Арктике. Одно из таких мест небольшое селение Аупалук, расположено на Вунгавском заливе на северо-востоке Квебека. Это селение, основанное в 1978 году, скоро стало известно как место скорби. Здесь произошло множество трагедий. Вот этот молодой человек покончил жизнь самоубийством, ему было всего 17, а этой девушке было 18, и она тоже покончила с собой. Единственное, что нам оставалось сделать, молиться о нашей общине. Мы разрушали это проклятие. Результаты не заставили себя ждать, и они были ощутимыми. Я вижу, что наша община изменилась. С тех пор, как мы тогда молились, все изменилось. Теперь мы свободны, счастливы. Школьная учительница Мэгги Акпахатак известна тем, что несет свидетельство о любви Христа, используя каждую возможность. Я христианка, и поэтому я всегда хочу делиться своей верой с детьми. Я всегда задаю им вопрос, открыли ли вы свое сердце Спасителю. Влияние Евангелия в классной комнате Аупа Лука глубоко и сильно. Мы начинаем с молитвы Отче Наш, Отче Наш, сущий Сильвия Сауси неверующая учительница по контракту из Южной Канады. Думаю, что большинство детей слишком религиозны. По словам Мэгги, это может быть явным преувеличением. Они все спасены, они все рождены свыше. Это 40% настоящего населения Аупа Лука, и в нем все его будущее. В ПВ сейчас наблюдаются яркие перемены. Счастливым свидетелем этих изменений стал давнишний житель и местный пастор Элиаз Салуалук. В 1996 году Господь воскресил. На самом деле воскресил эту общину. Целое селение. Это было просто чудесно. И снова ключевым моментом этих изменений была жаркая совместная молитва. Все, что было нужно, сердце, открытое для Бога. Затем Святой Дух излился на нашу общину. и плач, плач в церквях. И боль, боль. Эта молитва, рожденная в муках, вознеслась, как благоухание перед Богом. И небеса отверзлись. Мы увидели реальный, отличный результат. самоубийство пошли на спад. Фактически количество преступлений значительно сократилось. У нас есть всепрощающий всемогущий Бог, и за последние шесть или семь лет наши семьи полностью исцелились. Это так чудесно наблюдать за тем, что Бог делает в нашей общине. Может показаться, что пришло время закончить повествование и возрадоваться тому, что Бог совершил в ПОВ и Ауполуке. Но это еще не конец истории. Это так чудесно наблюдать за движением Бога. Не только в ПОВ, а и во всех других общинах. С тех пор, как люди начали спасаться, это совсем другая история. Моя совесть чиста, благодаря Иисусу. Мы никогда не думали, что эти люди могут измениться, а Бог спасает их. Я знаю, я нашла его. Он великий Бог. Он на самом деле великий Господь. Исцеляются сердца, оживают браки. Я видел мужчин, которые вставали, публично каялись. Я избивал детей, я избивал свою жену. Мой муж, теперь он помогает мне. Бог очень изменил мою жизнь. Раны многих людей исцелились, особенно это касается женщин. Теперь Бог использует их. Бог просто преображает общины. Иисус стал решением всех их проблем. Целое селение, это чудесно. Не все общины в Арктике находятся на одинаковом уровне, но в каждой происходит нечто чудесное. Все изменилось, все просто преобразилось. Он повсюду. Огонь Господа распространяется повсюду. В любое общение вам расскажут то же самое. Квактак. Кангирсук. Кангикусиджуак. Куджуак. Алпалук. Повернитук. Резалютбей. Клайдривер. Арктикбей. Понтинлэд. Лейкхарбор. Тасиуджак. Коралл-харбор. Кангиксуджак. То, что я вижу, просто прекрасно. Евангелие начало восходить и на политической арене. По словам миссионера Роджера Амбрустера, который уже довольно давно живет в Арктике, Бог поднимает новое поколение местных лидеров, которые с дерзновением провозглашают господство Христа. Этот жезл сделан из бивня Нарвала. Он является символом законодательства Нунавута. Внутри жезла находится лист бумаги, на котором написаны слова из молитвы «Отче наш» «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле». Несколько моих знакомых мэров два раза в неделю открывают зал заседания советов для молитвенных собраний. Они знают, что если Бог не будет присутствовать на этих собраниях, не выйдет ничего хорошего. Он главный во всем, что мы делаем. Как говорится в Библии, когда умножаются праведники, веселится народ. Бог прикоснулся и к самой земле. Земли начинают давать урожаи и становятся плодородными. Уже 20 лет здесь не было оленей-корибу, а теперь они возвращаются. Даже рыба в озерах стала водиться. На наших землях начали расти некоторые небольшие культуры. Это благословение. Надежда, которая однажды поселилась в сердце охотника на тюлене, сегодня продолжает жить в церквях, школах и залах заседаний советов по всей Восточной Арктике. Это напоминание о том, что любовь Божья не только глубока и постоянно, она еще и целенаправленно. Люди могут ни во что не ставить эту часть земли и говорить, какой смысл в этой замерзшей арктической тундре, а Бог скажет, я использую эту землю для того, чтобы прославить себя. У меня было видение, молодые люди, идущие по улицам и поющие гимны. Когда-то это произойдет. Это обязательно произойдет. Голос старожей Твоих Они возвысили голос и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Возрождение бывает не только в Библии. Возрождение возможно на самом деле. Бог уже совершил это в истории. Возрождение может преображать целые общины. Возрождение реально, потому что оно изменяет судьбы людей. Оно обновляет их. Оно духовно, так как оно преображает духовный настрой и уничтожает грех и преступление. По всем законам логики это то, что нам нужно. СОЦИАЛЬНОЕ преображение на уровне целых регионов не совсем обычное явление, однако и не отклонение от нормы. Как показывает история, оно может произойти в любое время и в любом месте, где будет предоставлено место для Святого Духа. История о сверхъестественных происшествиях в Арктике перекликается с событиями, происходящим в отдаленном поселении Хэбридес в Шотландии. Создается впечатление, что скалистая опустошенная ветром местность Армады, как и Дальний Восток, забыта Богом. Однако небеса открываются над этой древней землей с поразительной регулярностью. Эти посещения называют возрождением, но это возрождение совершенно не похоже на то, что большинству из нас доводилось когда-либо пережить. История говорит нам о собрании 9 тысяч человек, но такое количество трудно где-то разместить. На всем острове проживает всего 12 тысяч человек. В 1949 году Божье присутствие снизошло на поселение Барвас. В то время существовала острая необходимость в изменениях, однако они дались не так уж и легко. Религиозная гордость и приверженность букве закона спровоцировали глубокие расколы в церкви. Некоторые священники отказывались верить в то, Бог может творить великие дела без их участия. Поэтому, когда начали происходить изменения, они стали оказывать ожесточенное противодействие. Существовала жестокая оппозиция со стороны крупнейших динаминаций на острове. Когда начался процесс возрождения, Мэри Пекхэм была ребенком, но она помнит и духовную холодность, которая ему предшествовала. Перед возрождением духовная обстановка на острове была религиозной и, конечно же, совершенно неживой. Это была духовная зима. Однако к духовному потеплению были готовы не все. Возрождение это нечто такое, что, когда ты попробуешь однажды, ты хочешь испытать это снова. Один из новообращенных в период возрождения, продавец по имени Дональд Джон Смит, вспоминает о том, как работали местные ходатайи перед Богом. Люди постоянно молились о возрождении. Они молились везде. Даже в сараях можно было услышать их молитвы. Среди наиболее горячих воинов молитвы были две пожилые сестры. Одна из них была практически слепа. Молясь о возрождении несколько раз в неделю, очень часто до глубокой ночи, они ожидали исполнения обетования из Исаии 44-й главы. Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие. Одна из них была прикована к постели. Я читал с ними Библию и мы молились вместе. В такие моменты мы чувствовали присутствие Божье. Они знали своего Господа. Ободренные верой этих преданных Богу женщин, семь духовных лидеров собрались неподалеку в Хлеву, чтобы помолиться. Долгие месяцы они молили Бога о том, чтобы Он зажег большую страсть к познанию Его. Это был момент, который сыграл решающую роль для последующего возрождения. Это произошло в середине 1949 года. Старейшины продолжали свою отчаянную молитву и тут они стали замечать на соседних фермах огни, горящие в глубокой ночи. Некоторые из них не гасли до утра. Голод людей по Богу был сильнее, чем желание спать. Старейшины поняли, что Бог ответил на их молитвы. Вся община пребывала в молитве. На их лицах были слезы. У них было такое ожидание, такое желание. Эти молитвы были рождены в муках. Это были молитвы боли. Страстное желание, чтобы Бог пришел. И Бог ответил. Для Бога не было никаких препятствий, и Он приблизился. Прошлой ночью произошло что-то очень важное. В атмосфере этого дома было нечто странное, почти жуткое. Мы чувствовали эту силу. А потом стали звенеть тарелки. Было такое впечатление, что Господь снизошел сильным порывом ветра. Дом сотрясался силой молитвы и присутствием Господа. Людей обуял страх, потому что в этом было нечто сверхъестественное. Слава Божья снизошла на общину реальным сверхъестественным светом, осиявшим многие дома фермеров. Свет спускался над домами. Славный Господь осветил все вокруг. Все замерли и не могли вымолвить ни слова. Да и что не могли сказать? Будь спокойный, знай, что это Бог. Вот что мы говорили. Около четырех часов утра толпа из нескольких сотен человек собралась возле полицейского участка общины. Многие из этих людей пришли из соседних селений. Их привела сюда какая-то неведомая сила. Они шли по дороге и взывали к Богу, чтобы Он смилостивился над ними. Они преклоняли колени прямо на дороге и просили, чтобы Он был к ним милостив. Казалось, что мы уже вступили в вечность. Вечные вопросы, вечные проблемы были очень-очень реальны. Ключевой фигурой в развертывании процесса возрождения стал служитель Дункан Кэмпбелл, горячие проповедники из Объединенной Свободной Церкви. Он проповедовал со своей кафедры так горячо, что его лицо покрывало спотом. Мои дорогие братья, слушайте, тайна Господа убоящихся его. Залы, в которых проходили собрания, были переполнены. Неверующих было столько же, сколько и верующих. Огромное количество людей со всего острова. Церковь была переполнена. Люди сидели даже на подоконниках. Такое же количество людей стояло на улице. Да, не меньше. Можно заставить общество осознавать значимость евангелизации, говорил Кэмпбелл, но только Господь может заставить общество осознавать важность Бога. Вы видите, что только присутствие Бога имеет значение. Не какой-то евангелист или специальная кампания, организованная благодаря усилиям человека, но только желание познать Бога, только желание приблизиться к Нему, должно владеть вниманием всей общины. Вскоре движение Духа Божьего затронуло и другие острова Харис, Бернера и Тири. Однако Джин Бленшард лучше всего запомнилась возрождение в Северном Уисте. Это произошло в 1957 году. По всему острову ощущалось действие Божьей силы. Люди спасались каждый вечер. Это изменяло жизни. Мы только и говорили Бог снизошел к нам. По мере того, как распространялась новость о возрождении, в канун Рождества на острове появились репортеры. Сразу же по их прибытию в гостиницу владелец провел их в бар. Он сказал смотрите все алкогольные напитки здесь, а люди не приходят, они ходят на собрания. Церковные собрания снизили уровень продаж. Подобные жалобы можно было услышать по всему острову. Изменился даже стиль жизни, в этом нет никакого сомнения. все питейные заведения постепенно исчезли только благодаря силе возрождения. Это повлияло на всю общину. Трудно оставаться равнодушным к происходящим здесь событиям. Такое впечатление, что весь остров находится под покровом познания Бога. Произошло полное преображение, даже мирские люди осознали это. Господь пришел, в этом и есть ответ. Наблюдая за тем, как Бог преображает культуру этих общин, возникает вопрос. Может ли такое произойти на уровне целой страны? Существует ли свидетельство того, что Бог работает над современными государствами, над целой страной? Может показаться, что не стоит искать ответы на эти вопросы в восточно-африканской стране под названием Уганда. Разрушенная дьявольской лихорадкой эта страна, которая раньше была жимчужиной Африки, провела несколько десятилетий в состоянии духовной комы. Само название страны стало синонимом слова смерть. Колыбель Спида и Дом Ужасов и Диамина. Уганда была страной боли, страной, которая от одного военного конфликта переходила к другому. Я знаю, что такое жить в страхе. Когда начался весь этот ужас, пастор Джон Мулинде был еще подростком. Людей убивали целыми тысячами. Это была настоящая бойня. Вырезались целые селения. Иногда мы даже не знали, кто организовывал эти убийства. Слушая рассказы Джона Мулинде, можно невольно содрогнуться. его тело лежало там два дня. Или даже заплакать. Ребенка оторвали от материнской груди. Они запомнят это навсегда. Мы не понимали, против кого мы воюем. Страницы истории Уганды, как и истории большинства стран Африки, переполнены практикой магии и таинственными ритуалами. Культовые амулеты, известные под названием Мейемби, были повсюду, а правители вплоть до Иди Амина совершали человеческие жертвоприношения. Африканцы народ завета, если так можно выразиться. Однако многое из того, чему они привержены, от дьявола. Из истории мы знаем, что наши предки поклонялись другим богам, не богу Авраама. Последствием этого идолопоклонства для Уганды стали долгие годы боли и страха. Что я знал об Иди Амине, так это то, что он был личностью склонной к мании величия и хотел, чтобы его власть ощущалась повсюду. Журналист Барт Кокуза вырос во времена небезызвестного деспота Уганды Иди Амина. Как и многие его соотечественники, он с радостью воспринял переворот, который привел к свержению Амина и к возвращению на пост бывшего президента Мильтона Аботы. Они думали, что может быть при Аботе будет лучше, чем при Иди Амине. Однако этого не случилось. за этими людьми стояли силы тьмы, которые разрушали эту страну. В те дни тела, лежащие на дороге, были обычным явлением. Люди иногда подходили к ним, чтобы посмотреть, не знают ли они этого человека. И если человек не был им знаком, они просто шли дальше. В этих убийствах были замешаны не только солдаты. Я родился, чтобы умереть. Пастору Джексона Синьонге было всего лишь три месяца от роду, когда мать выбросила его на помойку. Меня подобрала бабушка. Предполагая, что он не протянет и нескольких дней, его тетя согласилась взять мальчика к себе. Однако он выжил, возможно, только для того, чтобы еще раз пережить боль. Моего отца убили в 1979 году при Иди Амине. На его похоронах я впервые увидел фотографию своей матери. До этого не было ни письма, ни фотографий, ничего. А тогда я был уже подростком. Его отец попал в эпидемию убийств, которая охватила всю страну. Проходит день-два, и если тот, кого вы любите, не вернулся домой, это может означать, что он мертв. И первым местом, куда бы следовало идти, был лес Наманве. Это был лес смерти. Там даже чувствуется дух смерти, какая-то тяжесть. Молитвенные собрания проходили под землей. Пасторы ежедневно собирали около десяти групп, при этом всегда подвергаясь огромной опасности. И очень часто возвращались домой только рано утром. Солдатам была дана власть делать что угодно. На дорогах стояли постовые. Очень часто меня останавливали на дороге, и нельзя было предвидеть, чем все закончится. Однажды мать ехала с младенцем на руках, и у нее потребовали документы на ребенка. Конечно же, у детей нет документов. Они вырвали ребенка у нее из рук, подбросили в воздух, один из солдат вытащил нож, и ребенок при падении на него напоролся. В 1984 году они стали убивать церковных служителей. Убийства начались с пасторов. Пастор Джонатан Мутеби как раз произносил свою проповедь, когда солдаты Амина ворвались в церковь с оружием. Когда пули стали лететь в сторону кафедры, несколько пожилых женщин поднялись и направились к алтарю. Когда я увидел их, я подумал, что эти люди очень испугались и нуждаются в утешении. Я поднял руки и стал молиться о них. Однако позже я узнал, что они поднялись потому, что хотели умереть со мной, со своим пастором. Пастора Мутеби и его паству погрузили в конфлискованные грузовики и повезли в центр Накасера, заведение, внушающее ужас. В нескольких метрах отсюда находилось государственное бюро расследований Накасера, камеры пыток. Садизм и насилие, процветающие в них, трудно описать словами. В камеру размером 3х3 помещали по 60 человек. Они стояли так плотно, что человек мог умереть стоя и находиться в таком положении, поддерживаемые телами тех, кто был еще жив. Не было никаких расследований. Все происходило так, как будто всему уже настал конец. Казалось, что весь мир отвернулся от ужасов, которые происходили в Уганде. Мужчины оставляли нас. Погибли миллионы людей. Их телами были запружены выступы водопадов Оуэн и побережья озера Виктория. Нужно покаяться за все грехи нашего прошлого. Мы осквернили нашу страну. Мы ничем не лучше Каина. Поглощенность убийствами нанесла непоправимый урон экономике и инфраструктуре страны. Фабрики остановились. Основные предметы потребления стали дефицитом и практически исчезли с прилавков. Нельзя было достать даже мыло. Город утопал в грязи, а большинство зданий были разрушены. Моральные ценности людей были настолько искажены, что нельзя было просить ни о чем, не предложив денег. Когда казалось, что хуже некуда, ситуация еще более усугубилась. На этот раз плохие новости поступили от Всемирной Организации Охраны Здоровья. Говорилось о том, что ситуация в Уганде будет настолько серьезной, что к 1997 году от СПИДа умрет треть населения страны. Доктор Патрубас Муфубенга квалифицированный врач Национального Института Здравоохранения в Уганде. Тогда мы были просто в отчаянии. Мы теряли дорогих нам людей. Уганда взывала к Богу точно так же, как голос был слышен в раме, когда женщины оплакивали своих сынов. Боль, страдания, печаль, страх, которым не было утешения. Тогда в Уганде существовала поговорка о том, что Бог Уганды должно быть заснул. Посреди ночи один старик встал, поднял свою трость, обращаясь к пасторам и спросил, где этот Бог, о Котором Вы проповедуете? Могущественный Бог, Бог, Который отвечает на молитвы. Что Уганда сделала Богу? Неужели Бог ненавидит нас? Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Они стали молиться день и ночь, день и ночь, день и ночь. Ответ пришел через огромное количество слез. Иногда им приходилось заходить в болото и стоять в воде, скрываясь среди камышей. Они там проводили целые дни и выходили только ночью. Потом они собирались все вместе и снова молились. Это была глубокая молитва, крик души. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Я буду искать Бога до тех пор, пока Он не ответит на мою молитву. Я скорее умру, чем перестану искать Его. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Люди взывали к Богу и присутствие Божье снизошло на них. Оно явилось им в виде облака, тяжелого облака в тумане, которое опустилось на всех. Когда ты приходишь в собрание, это облако тебя окутывает, и ты понимаешь, что становишься частью чего-то реального. Пятнадцать лет назад это место считалось одним из наиболее опасных в Уганде. Эту общину называют Бейрут Кампалы, так как во время правления Мильтона Аботе солдаты, проходящие обучение, использовали местные дома и магазины в качестве мишеней. В общине было огромное количество бездомных. Именно сюда Бог привел молодого евангелиста по имени Роберт Каянджа. С ним было еще шестеро служителей молитвы. Это наша стена плача, здесь мы собирались для молитвы. Кроме того, чтобы бороться с солдатами, для которых не существует закона, команде Роберта приходилось еще противостоять могущественному колдуну по имени Мусоки. С этим человеком было связано ощущение какого-то страха. Евангелистам угрожала смерть, и они воззвали к Богу. И через несколько дней смерть постигла самого Мусоки. После смерти этого известного колдуна мы увидели, что небеса открылись. Небольшое собрание Каянджа превратилось в многочисленный приход. Центральный собор Чудо Господнего теперь вмещает около десяти тысяч человек. Эта церковь положила начало еще шестистам дочерним приходам. Уганда, которую многие считали полностью потерянной, экономика которая была полностью разрушена, и жители которой не имели никакого права голоса и стыдились называться уганцами, резко изменила свой курс. Начался процесс исцеления. Неудивителен тот факт, что изменения подогревались горячей молитвой. Церкви начали молиться по районам. Стоял такой звук, похожий на жужжание пчел. Молилась каждая община, каждая территориальная зона. Тогда я понял, дьяволу придется найти другой город, и это будет не компала. Единство стало еще одной особенной чертой процесса возрождения. То, что Бог сделал на этой земле, нельзя вменить в заслуги какому-то человеку или церкви или служению. Обычным явлением стали собрания пасторов города. Бог собирает нас для совместной молитвы, для совместного прославления. То, что Бог объединяет церкви, происходит на самом деле. Мы можем общаться, ценить друг друга. Все, что я пытаюсь сделать в жизни, идти за теми людьми, которые любят Иисуса, теми, кто проповедует Слово Господнее. Иногда меня можно увидеть в собрании пятидесятников, хоть я и не член их общины. Тело Христово объединяется, я поражен. То возрождение, в котором мы принимаем участие, оно для всех. Мы не молимся о единстве, мы благодарим за него Бога. Даже данные, предоставленные Всемирной Организацией Охраны Здоровья, не пошатнули уверенность верующих в Бога. Мы видели, как люди исцелялись от вируса СПИДа. Врачи говорят, ого, я не в силах это объяснить, но где-то там должно быть есть Бог. У меня была боль в груди и сыпь на коже. Меня начало рвать. Это были случаи, которые должны были закончиться летальным исходом. Я потеряла аппетит и не могла есть. Люди на последней стадии заболевания спили. Я так похудел, что стал похож на столб. Молились о многих людях, и они почувствовали прикосновение Бога. Они молились, и я почувствовала, что что-то стало изменяться. В ту же самую ночь снизошла не странно, что такие заявления об исцелении породили серьезный скептицизм со стороны медиков. И зачем вы только сюда пришли? Сам ваш вид показывает, что вы жертва. Однако через некоторое время скептицизм перерос в удивление. Мой врач посмотрел на меня и удивился. Он спросил, вы еще живы? Мне сделали анализу. Нет никакого спида. Они прочитали мое имя Мвагалва, реакция на спид отрицательная. Он сказал, реакция на спид отрицательная. У вас нет никакого вируса. Потом один за одним стали исчезать все остальные симптомы. Бог полностью исцелил меня. Во всей Уганде такую фразу можно было услышать тысячи раз. К этому времени я зарегистрировал исцеление 372 пациентов больных спидом. Уганда была зарегистрирована как первая из стран, в которой вирус спида пошел на убыль. Мы уверены в этом, потому что мы молимся и верим в любовь и милосердие Бога. Также это произошло благодаря тому, что главными орудиями в борьбе против спида Уганда выбрала воздержание и верность. Я клянусь, если ты исцелишь меня, я расскажу о тебе всем людям. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Сила Божья была явлена и на политической арене. Я верю, что в Уганде положено новое политическое начало. В свое божественное время Господь установил лидерство. Бог начал назначать нужных людей на государственные посты. Бог работает в этой стране. Паул Этианг занимал практически все посты в правительстве Уганды, в том числе и пост премьер-министра. Господь всегда был со мной. Но Бог воспитывает характер. Беатрис Бьенко представляет в парламенте район Хоима. Я хочу твердо стоять на том, что я делаю, чтобы воссиял свет. Мы должны быть отображением Христа. Стивен Юньоу является помощником Кабисара полиции. Я верю в то, что Бог обращается ко мне. Особенно это касается моей работы. Несколько раз Юньоу видел, как Господь усмирял жестокие бунты в ответ на его молитву. Из своего опыта я знаю, что если мы, дети Божьи, будем продолжать свою молитву, для нас не будет ничего невозможного. Я перенесла свою веру на правительственный уровень. Сесилия Адим Агвал является энергичным лидером парламентской оппозиции Уганды. Я являюсь посланницей Христа. Я не стыжусь заявлять об этом везде, где я нахожусь. Мы видели изменения в правительстве, мы видели, как изменяется духовная сфера, и знаете, что мы почувствовали? Бог Уганды еще не спит. Евангелие принесло изменения даже в правительственных структурах. Теперь у нас есть новое министерство этики и целостности. Раньше у нас не было ничего подобного. Бог назначил меня на этот пост. Для такой трудной задачи Богу нужен был сильный человек. Когда у меня в душе происходила борьба, я сказала Богу, я хочу, чтобы ты забрал меня к себе. Обнял, как ты это сделал Савлом, когда он шел в Дамаск. И он сделал это. Мириэ Матимби вспоминает тот день, когда она стояла перед президентом в его кабинете для того, чтобы объяснить свою программу. Ее слова стали пророческими. Помните историю израильтян, которые находились в рабстве, и как Моисей вывел их в землю обетованную. Со мной то же самое. Для Уганды я как Моисей. Господь назначил меня на этот пост для того, чтобы я вывела Уганду из морального упадка, коррупции и вела ее в правильном направлении. Уганда 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 такое сравнение с тем, что было 15 лет назад. Судья Джулия Сибутинде особый государственный прокурор, которую назначил сам президент. Ее репутация горячей христианки породила еще больше доверия к компании по борьбе с коррупцией. То, что она была выше всего земного, шокировало всю нацию. Важные персоны задрожали от страха. Этих документов достаточно, чтобы освежить вашу память? Она такая, как есть, потому что рождена свыше и твердо стоит на своем. Это просто чудесно видеть, что сегодня люди возвращаются к своей целостности. Мы видим великие дела Божьи. Количество преступлений сократилось на 50%. Не странно, что это новое понимание повлияло на экономику страны. Хотя положение по-прежнему остается тяжелым, повсюду видны положительные изменения. Страна, экономика которой практически погибла, не только выжила, но и стала одной из трех наиболее быстро развивающихся стран Африки. Церкви в Уганде развиваются еще быстрее, чем ее экономика. За две недели церковь выросла от 7 до 2 тысяч человек. Неплохо для молодого человека, которого когда-то бросили на свалки. Сегодня у нас по воскресеньям целых 5 утренних служений. Это чудесно. Количество членов церкви превышает 20 тысяч человек. И сегодня, я это точно знаю, наша церковь не единственная, которую Господь расширяет. В наших церквах сейчас происходит возрождение, колоссальное возрождение. Ежедневно в Уганде возникает новая церковь или служение. Мы уже освободились от грехов нашего прошлого. Теперь нам нужно сконцентрироваться на Божьей цели. В преддверии нового 1999 года Уганда, как и все остальные страны мира, приняла участие в праздновании наступления нового тысячелетия. Его невидимая рука двигала нас вперед и формировала нашу дальнейшую судьбу. Через 10 недель первая леди Уганды Джанет Мусевени пригласила лидеров к некоторых церквей на собрание. Она пришла к нам и рассказала о своем видении. Мы вступаем в новое тысячелетие и давайте выделим время для того, чтобы возблагодарить Бога за то, как Он провел нас через этот период. То есть она предложила, чтобы мы официально посвятили нашу страну Богу. Доброе утро и с Новым Годом! В присутствии президента и первой леди страны мы вступили в завет с Богом на следующую тысячу лет. Мы отказываемся от идола поклонства, колдовства и сатанизма на нашей земле. Завет, подкрепленный подписями президента и первой леди страны, был в высшей степени выразителен. Мы осознаем, что ставили других богов выше тебя и поклонялись им. Это прозвучало как отрывок из Ветхого Завета. Мы посвящаем нашу страну Уганда осуществлению Божьих целей и господству Иисуса Христа. Аминь! И послал царь, и собрали к нему всех от малого до большого. Потом стал царь на возвышенное место и заключил перед лицем Господним завет. С самого начала и до конца это был Бог. Пусть стыд покроет мое лицо, о Господь, Бог мой! Стыдом и позором укрыпи мои руки! Присутствуя на таких горячих собраниях, невольно задумываешься об иронии судьбы. Когда-то диктаторы пытались разрушить веру народа, не позволяя людям посещать здания церкви. Однако эти запреты и замки еще раз доказали верующим то, что церковь ничего не имеет общего со стенами зданий. Когда вера Уганды вышла за пределы строений, на футбольные поля, в банки, отели, даже в кабинеты парламента, она стала процветать. Иисус стоит одесной отца и говорит «Отец, я готов для Уганды». И Уганда, которая когда-то была жемчужиной Африки, теперь снова готова засиять. Люди, которые жили в те времена, с восхищением взирают на то, что происходит сейчас. Началась настоящая жизнь. Новый царь правит народом Уганды. Уганда, как целая страна, готова для Бога. Это поразительно. Это просто чудо. Никто не может этого отрицать. Без Бога. 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 Вы можете спросить, почему Бог так могущественно действовал именно в этих регионах. Ответ прост. Его там ждали. Я думаю, для того, чтобы дух возрождения действовал в стране, нужно, чтобы его там ждали. Люди должны страстно желать этого духа. Это такое желание, которое стремится к Господу. Люди молятся, они ищут Бога, потому что понимают, что Бог единственный выход из создавшегося тупика. И Бог очищает общество. Бог творит все новое. Сначала мы должны смириться под крепкую руку Божью. Только молитвой мы можем создать движение Духа. Другого способа нет. Пусть молитва льется в каждом районе страны, в каждом городе, в каждом селении, в каждой церкви. Господь, Ты нужен нам, приди. Мы ничего не можем сделать сами, приди к нам, посети нас. За возрождение нужно платить. Его цена молитва слезы, слезы отчаяния. Господь, отче, мы молимся о том, чтобы Ты изменил сердца людей. Наши сердца значат для Бога намного больше, чем все остальное. Забери наши сердца и смириться народ и его привлекают чистые сердца. И я услышу с неба и прощу грехи и исцелю землю их. Господь услышит молитву народа своего. Он услышит его горячую молитву. Он услышит тебя. И ты узнаешь верность Бога. все кардинально изменилось с тех пор, как мы познали Иисуса лично. Теперь у нас есть надежда. Происходят чудеса и мы верим, что Уганда никогда не будет такой, как раньше. Наш Бог плак. Я видела, как наше общество полностью изменилось по силе Божьей. Придет время, когда весь мир увидит, как страны придут к зрелости, придут к полноте своих целей. И это время близко. Субтитры Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Преображение. Часть третья. Начинается с тобой. В своем слове Бог пообещал, что в эти последние дни Он и зальет духа. Встреча субтитров А.Семкин Что-то не случится. Продолжайте идти вперед, пока чего-то не произойдет. Встреча субтитров А.Семкин И стойте до конца. Возрождение – это нечто такое, что, испробовав один раз, хочется пережить снова.